Дорогой Аджуна, по-настоящему постичь и воочию видеть меня в том образе, который видишь ты, можно только служа мне с безраздельной преданностью. Только так можно проникнуть в тайну моего бытия. Комментарий Швабрабхана. Постичь Кришну можно только в процессе безраздельного преданного служения. Он очень ясно говорит об этом в данном психе, чтобы самозванные комментаторы, которые пытаются понять Бхагавадди, просто размышляя над ней, знали, что они напрасно теряют время. Никто не может постичь Кришну или понять, каким образом он сначала предстал перед своими родителями в образе четырех рукава Нараяны, а затем привил образ младенца с двумя руками. Тем, кто изучает веды или идет путем философского познания истины, не случайно трудно понять все это. Поэтому здесь сказано однозначно, никто не в силах увидеть Господа или проникнуть в тайну, скрывающую Его. Однако те, кто тщательно изучил веды, могут потерпнуть оттуда разнообразные сведения о Господе. В ведах собрано множество правил предписаний. И тот, кто действительно хочет постичь Кришну, должен следовать принципам, приведенным в авторитетных священокисаниях. Он может совершить, совершать аскезу в соответствии с этими принципами. Например, можно дать обед держать полный пост на Джанмаштами, день явления Кришны, и дважды в месяц в дни Акадыши, на одиннадцатый день после полнолуния и новолуния. Что касается пожертвований, то в Писаниях ясно сказано, пожертвованию следует давать преданным Кришне, которые занимаются преданным служением и распространяют философию Кришны, то есть сознание Кришны по всему миру. Сознание Кришны – это благословение всему человечеству. Рупа Госвами назвал Господа Читанию воплощением великодушия, ибо Он щедро дарил людям любовь к Кришне, обрести которую чрезвычайно трудно. Поэтому тот, кто помогает людям, занимающимся проповедью сознания Кришны, давая им деньги на распространение сознания Кришны, совершает величайшее благодеяние, а тот, кто поклоняется Богу в храме в соответствии с правилами священных писаний, во всех храмах Индии установлены изваяния Бога, чаще всего Вишну и Кришны, получает возможность духовно совершенствоваться, поклоняясь Верховному Господу, выражая Ему свое почтение. Для новичков преданным служением и поклонением Господу в храме является обязательным, что подтверждают веды, что это швадару панишат, яссе деве пара бахтир, ядха деве татагурау, яссе деве катита хярке хярка пракашенте махатмана. Тот, кто безраздельно предан Верховному Господу и служит Ему под руководством духовного учителя, которого столь же непоколебно верит, может увидеть Верховную Речность Бога в миг откровения, Кришну нельзя постичь, просто рассуждая о Нем. Тот, кто не прошел подготовку под личным руководством истинного духовного учителя, не может даже вступить на путь познания Бога. Слово «ту» употреблено здесь специально для того, чтобы подчеркнуть, что ни один другой метод не годится для постижения Кришны. Другие методы нельзя рекомендовать, ибо они никогда не приведут к успеху. Личностные образы Кришны, двурукий и четырехрукий, принципиально отличны от невечной вселенской формы, явленной Арджуни. Четырехрукий образ Нарайны и двурукий образ Кришны являются вечными и духовными, в отличие от вселенской формы, которую увидел Арджуна. Само слово «султарша» нам трудно увидеть, указывает на то, что никто прежде не видел этой вселенской формы Господа. Оно также указывает на то, что Господу нет необходимости являть ее преданным. По просьбе Арджуны, Кришна перестал перед Ним в этом облике, только для того, чтобы в будущем люди, столкнувшись с тем, кто выдает себя до воплощения Бога, могли попросить Его показать вселенскую форму. Здесь есть объемный комментарий, будем прерываться, здесь пока остановимся. Здесь есть еще та вселенская форма Бога, в этой воле, которую увидел Арджуна на поле битвы Горукшайдера, перед началом битвы, это состоялось, беседа. Здесь Он испытывает это великое, грандиозное откровение. Он получает возможность увидеть то, что невозможно увидеть человеку. И Он просит об этом Кришне. От того, что Он слышит из Бхагавадгиты Арджуна, Он переполняется восхищением, удивлением. Когда Кришна описывает Ему свои достояния, различные пути йоги, природа души и сверхдуши, когда Он описывает различные свои проявления в этом мире и прочие знания, Арджуна, Он испытывает сильный восторг, сильное удивление. И Он просит Кришну, не мог ли Ты мне показать, не можешь ли показать мне эту форму, в которую Ты входишь в материальный мир. Вселенская форма, вот этот проявленный космос, это тоже Твоя форма, вселенская форма. Мы тоже видим вселенскую форму с Вами, но не всю. Мы видим очень мало из того, что существует. Почти ничего человек не успевает увидеть за этот срок жизни, совсем уж не много. Немножко земного опыта, и то неполного. Есть еще мир растений, водоплавающих, есть мир животных, есть мир живых существ на всех планетах. Нам очень трудно представить всю эту вселенскую форму, во всем ее великолепии, разнообразии, полноте. Нужно увидеть тогда и все гуны, и карму вселенной, и живых существ, и время, и прошлое, и настоящее, и будущее, и начало вселенной, и причину, и ее поддерживающую силу, ее принцип творения, и разрушения, и всех живых существ, и форм жизни одновременно. Это возможно. Возможно для сверхдуши. Сверхдуша именно так, представляет, видит это все. Поскольку она находится одновременно. В ядре каждого атома и сердца каждого живого существа, сверхдуша видит одновременно все. И малое, бесконечное, бесконечно большое. И поэтому Аджуна просит Кришну, не можешь показать эту свою божественную вселенскую форму, как ты входишь в это проявление, что из этого получается. И Кришна отвечает на Аджуна. Ты не можешь увидеть этими глазами Аджуна эту форму. Невозможно увидеть этими глазами. Но сейчас я наделю тебя божественным зрением, и ты сможешь увидеть всю вселенскую форму одновременно, находясь в одном месте, не перемещаясь в пространстве. То есть Кришне или сверхдуша Вселенной, ему не нужно перемещаться в пространстве, чтобы увидеть что-то. Наше зрение, поскольку ограничено, мы должны перемещаться в пространстве, к объекту, который нас интересует. И о котором мы слышали, но не видели, мы можем увидеть лишь пересечь какое-то пространство для восприятия. Когда Шнапрабхада был в Лувре, в музее парижском живописи, он сказал, что картину рассматривать нужно с 50 сантиметров примерно, или на расстоянии диагонали этой картины. Если идете дальше, уже не все не сможете правильно увидеть, или ближе тоже. То есть нужна определенная расстояние, дистанция, чтобы мы могли воспринимать объект. Еще говорят лицом к лицу, лица не увидать, большое видится на расстоянии. А малое наоборот, расстояние нужно сократить. Микроскопы какие-то, увеличительные приборы, телескопы. Этим пользуются люди, поскольку они не могут распространить свое зрение по своей воле, по своему желанию. Не можем видеть очень далеко, не слышать и так далее. Поэтому Кришна говорит, есть другое зрение, божественное зрение. Если мы поднимемся очень высоко в небо, очень высоко, на десятки километров, или на орбиту планеты, мы не сможем увидеть ни городов, ни домов, не любеют. Мы скажем, не видно, нет, видно, просто зрение не позволяет. Фотографии увеличивают со спутника, и можно в городе или же человека, лицо человека. Но для нас это немыслимо. Оказывается, пространство позволяет увидеть все. Просто нет такой силы зрения, силы распределения. Это также зависит от количества света для наших глаз, от силы света, насколько мы ясно сможем все увидеть. И Кришна говорит, теперь я наделю тебя этим божественным зрением, и смотри, взирай, Арджуна, на эту форму. Он просто так говорит, и передает вот эти глаза божественной Арджуне. И вот тут записывается, что Арджуна увидел в этой единственной главе. Этот стих, 54-й текст, это уже конец, уже форма свернута с новой вселенской. Потому что Арджуна не мог долго созерцать ее. Он пришел в сильное беспокойство и страх, который видит света. Он не смог бы этого пережить, если бы не Кришна. Поэтому не мудрено, что нам лучше не видеть все это. Потрясет, слишком нас взволнует. Нам будет трудно пережить такое явление, как увидеть вселенскую форму. Когда мы говорим о том, что человек живет мало, что есть реинкарнация, что душа вечна, что меняем тела, есть на планетах разные формы жизни, можем перемещаться из тела в тело, жизнь за жизнью, быть на высших планетах, и средних, и на низших, и в аду, и в раю. Когда мы рассматриваем эту целиком вселенную, как поле трансмиграции души, и человек слышит об этом, он тоже может немножко взволноваться, прийти к беспокойству, даже некоторый страх испытать. Любой человек, думая о смерти, испытывает страх. Любой человек, думая о бесконечном пространстве вселенной, испытывает страх. Любой человек, замкнут на пространстве, тоже может испытывать беспокойство, на слишком много пространства, тоже испытывает страх. Так мы устроены, так мы обусловлены, Нам нужны удобные квартиры, с потолками приду на высоте, удобная мягкая мебель, чтобы мы чувствуем себя спокойно, что все было легко доступно, на потянутой руке, несколько шагов туда влево-вправо, чтобы все было удобно. И мы чувствуем, вот теперь мне хорошо, но в этой Вселенной ужасно, ужасно, ужасно как-то было пережить такие пространства. Есть одна история об одном Брамане, на Кабхарате, которого была дочь очень возвышенных качеств на этой планете. Брамане родилась Брамана, и Браман был очень счастлив иметь такую возвышенную дочь, несомненно, он принесет удачу многим в жизни, и отцу, и будущему мужу, и своим детям, если девушка имеет такие высокие качества. Это редкая находка для кого-то будет, редкая удача иметь такого ребенка. Браман очень гордился и печалился одновременно очень сильно, потому что он понимал, найти достойного жениха такой девушки будет очень трудно, который бы превзошел бы ее в каких-то качествах духовных. И он об этом сильно переживал, и искал для него жениха, поскольку это был долг в прошлом родителей найти подходящую пару для своей дочери, вовремя выдать замуж нужную девушку. Но он не нашел на планете Исраиля, вовремя выдать его. Как Браман понимал, что если есть дочь, то должен быть и жених. Но где он? Должен быть. По замыслу Всевышнего никто не должен быть обделенным. Должна быть пара. Если вы родились, то должна быть для вас пища. Для вас должна быть профессия. Для вас должны быть уже родители. Все. Должны быть уже готовы. школы. Вы приходите уже в готовый мир. Вот приходите, и для вас уже все необходимое есть. И он понимал, что раз есть такая дочь, такая индивидуальная, значит, должна быть и пара. Но он сбился с ног. На земле не было таких личностей, которые бы превосходили его дочь в качестве духовных. И тогда он обратился к городу, к транспорту, и что? И сказал о своей печали. Городок сказал, но мы можем посмотреть на другие планеты. Садись на меня. Я могу перемещаться в пространстве, в любое место, по желанию, с любой скоростью. Я могу тут покрыть Вселенную легко. Браман сказал, правда? У меня есть надежда, что могу точно быть замуж, найти жениха. Да. Тысячи крыл Игоруда, которые могут менять мгновенно свои размеры, силу, облики, перемещаться в измерениях пространства. То есть, трансцендентная птица, царь птиц. Браман взял на спину этой птицы, и Игоруда сказал, ну, ты должен только держаться, если ты выдержишь мой полет. Пуля летит со скоростью 2600 км в час. Всего 2600. Современный истребитель Миг 3000 км в час. И не зашел скорость пуля. Что-то не было. Что-то показалось. Ну, как же летает Горуда, интересно? На такой скорости Вселенную не преодолеете, и за тысячи световых лет? Нет. Гораздо быстро лететь. Взмать ей крылья, и планета притягивается. С орбит сходят, когда Горуда машет крылья. И он летит сквозь пространство, и Браман сказал, я не хочу больше никаких свадеб. Я не придумал давать вообще дочь замуж. Только ты верни меня обратно. Я не могу выдерживать твой полет. Вот эта скорость, как мелькают планеты, меняются миры. И я в жопке в голове все перепутывается. Где я? Что это за мир ужасный? Сколько тут всего? Я уже забыл. Откуда мы? Куда мы летим? Мы вернемся обратно вообще. Горуда сказал, я обещал, я должен выполнить твое обещание. Терпи, Браман, терпи. Браман уже терял сознание. А ты серьезно такую формулу сегодня увидел толком? Просто что-то мелькало страшное. И они нашли планету Нага. Горуда хорошо знает эти планеты, потому что он питается змеями. Он их хорошо знает. Сказал, здесь есть хорошая пара на твоей дочери. Один змея очень красивый. Очень мудрый, в возрастных качествах. Достойный кандидат. Браман познакомился с этим змеем. Сказал, действительно, именно такой кандидат им нужен. Моей дочери хороший жених. А что, змеи очень хорошие, знаете, квалификации? Они очень сильные. Они очень мудрые. Есть змеи злые, есть добрые. Это был добрый змей. И они могут менять облик. Они мистики. Вместочай такие змеи. Есть змеи тоже среди нас. Иногда мы так и говорим, ого, змея же ты, а? Они могут обмануться, давать иллюзии, конечно же. И вот этот змей подходил очень. Только один недостаток у него сказали мудрецы. Который нивелирует все остальные его достоинства. Что за недостаток? Ровно через год, начиная с этого времени, он будет съеден горудой. Это его пища. Такова его судьба. Поэтому только на год он может стать мужем своей дочери. Это только начало истории, конечно. История продолжается. Как мне ищут выход из этой же ситуации? Как же избежать этой судьбы? Как все-таки сделать этот брак счастливым? Ну, это, к слову, пришлось о вселенской форме. И для горуды доступна также вселенская форма. Для таких, могучных личностей. Для обычного человека она недоступна. Даже Аржан сказал, нет у меня глаз, я не могу. Можешь показать мне это? Это, конечно, сказал. Этими глазами ты не увидишь, а этими увидишь. Возьми это зрение, посмотри. Чулак Рупада очень удивился, когда приехал в Америку первый раз. Зенит писал письмо, что здесь у всех людей есть машины. Тут столько много машин он писал. Что ночью город нужно не освещать, а освещается фарминг и этих машин. Они работают для этих машин, чтобы есть машины. И в каждом доме есть такой специальный ящик, через который не могут, не ходя из дома, узнать все, что творится в мире. Включают и знают все по этому ящику. То есть вселенская форма уже существует. Уже проявлено есть такие божественные глаза у каждого. Только одноглазый гуру. Которые вещают с утра до вечера. Все, что в мире происходит, не могут, не выходя из комнаты. То есть материальные технологии подражают этим ситхам. Копируют эти ситхи. Может быть, не так хорошо, как это делают йоги. Йоги могут перемещаться в пространстве очень быстро, быстрее из современных самолетов или космических кораблей. Они могут использовать воздушные энергии, которые проходят от планеты к планете, от воздуха. Ведь воздух неизвестен науке. Это ведох описывается, что планетные системы связаны воздушными веревками вместе со звездами. И что это за воздушными веревками, пока никто не знает, что это за поля. Капустовая вселенная, вселенская форма. И она, как бы, является из себя такой единый организм целостный. Все эти созвездия, системы, уровни, они очень четко, точно расположены. Ничто не смешивается. Все упорядочено, все организовано очень хорошо в этой вселенной. И эта вселенская форма, она создается, существует, а потом разрушается в конце творения. Она не вечна, говорится. И Аджун увидел все эти энергии и поддерживающие, и созидающие, и разрушительные силы. Он увидел, что все в этой вселенской форме уже есть. И все, что было, он может увидеть. И все, что будет, тоже уже есть в этой вселенской форме. Человеку недоступно такое видение. Одновременно он видел и прошлое, и начало вселенной, и середину вселенной. И себя самого увидел на поле битвы Корукшетра в тот момент времени. И видел будущее, что от этого пойдет дальше в вселенской форме. От начала до конца увидел всю вселенную, всю, как в ее жизнь. Прошлое, настоящее и будущее. И он увидел, что все воины на поле битвы Корукшетра гибнут в этой вселенской форме, Крушатся зубами этой воображаемой вселенской форме, сокрушаются и горят в огне. Эта вселенская форма ему говорит на Джуна. Все воины давно уже погибли. О чем ты думаешь? Почему ты сокрушаешься? Они уже обречены на смерть. Видишь, что происходит в вселенской форме? Поэтому скоро это действие также произойдет. Тебе нужно просто выполнить свой долг. Исполнить предсказанное. Сражаться. И ты получишь огромное благо, таким образом выполняет свой долг. Ради этого ты пришел на то время, чтобы выполнить свой долг. Это часть замысла вселенского. Во вселенской форме нет ничего незначительного. И мало, и велико, и одинаково значительнее. Все, что делает человек в этом мире, имеет тоже большое значение. Потому что человек рождается с особым предназначением. Он ответственен перед людьми, перед общим, перед семьей. Он ответственен даже перед Богом за это воплощение. И, к сожалению, сейчас такого знания нет. Люди не видят вселенской формы. Они даже не могут вздумать на эту тему. И ученые внушили, что вселенная пуста, что там нет жизни, нет порядка. Она хаотична. Нарезает от какого-то большого взрыва. Поэтому человек даже думать не может о том, что такое вселенная, что это за организм. А это тело Бога, это вселенское тело Бога. И когда Джуна видит вселенскую форму от Кришны, который перед ним стоит как его друг колесничий, он впадает в очень сильное смятение. И он начинает молиться Богу, чтобы выдержать это видение. Потому что это величие подавляет его, этот грандиоз подавляет его разум. Если бы мы с вами увидели все пространства вселенной, мы бы потеряли сознание от страха. Где я? Мы в ограниченном пространстве все хорошо. На бесконечности нам конец. Только мы осознаем бесконечность, конец нашему умову. Он разорвется на части. И поэтому Арджуна тоже впадает в это состояние, и он хочет, чтобы эта вселенская форма ушла. И в этом стихе Кришна говорит. Покончим с этим, Кришна говорит, с этой вселенской формой. Ты достаточно убил того, что хотел. Теперь смотри на более важное для тебя, для всех. Смотри на мою другую форму. Твоего друга возничего. Я та же самая вселенская форма. Но в форме уже твоего друга возничего. Вот эту форму труднее увидеть, чем вселенскую, он сказал. На самом деле. Аваджанати Мамутхаманушамтану Машидам. Говорит, Ваговодите, Кришна, что глупые люди, когда Бог приходит на землю, думают, что Он один из них. Что Он такой же человек. Говорит, это очень трудно увидеть. Они не могут представить, как эта вся вселенская форма может уместиться в форму человека. Им недоступно это понимание. Но здесь Кришна говорит одну важную вещь. Это трудно увидеть мою другую форму, труднее, чем вселенскую представить. Только служа мне с безразильной предальностью можно познать эту другую форму, подобную человеку. Вот так раскрывается внутренняя суть Бога. Он одновременно отметит эту вещь. Одновременно, безграничен. И одновременно имеет форму. Вот это называется словом Бога. Это постичь невозможный человек. Мы должны понять суть этой формы, смысл этой формы. Какой смысл вот этой формы, биологической формы? Для выживания она создается. Для продолжения рода создается. Чтобы поддерживать жизнь, есть пищеварение, кровеносная система, нервная система, самосохранение. Мы изучаем эти все функции. Еда, солнце, выкупление, обороны. Иначе оно не выживет это дело. Оно создается для выживания. Богу не нужно выживать. Тогда зачем же ему форма? Суть этой формы? Для обмена любовью. Живое, если что обретает форму? В соответствии с формой Бога, что вступит с Ним в любовные отношения? Смысл, форма духовная – это проявление любви. Поэтому там есть руки, ноги, лик, эмоции, передача знаний, трансцендентные знания про помощь формы, слов, поступков. Там нет идей выживания в вечности. Нет необходимости в тяжелой работе или в отдыхе. Не существует таких понятий в духовном мире на уровне души. Там вечное, незыблемое существование. Там поддерживает сам дух. Здесь физическое тело, да, оно нуждается в поддержании, потому что это мертвая, инертная материя. И нужно всегда прилагать усилия, чтобы оно функционировало. Например, мы едим. Нам нравится этот процесс, когда мы голодны. И нам кажется, что мы едим, потому что хотим наслаждаться. Нет, не только это. За этим стоит еще страх. Потому что если мы останемся голодными, будем страдать. Мы должны есть. Хотим этого или не хотим. Но одновременно получаем наслаждение. Думаем, что я наслаждаюсь. На самом деле я выживаю. Кто-то женится, выходит замуж, говорит, вот. Это мое желание, мой выбор. Нет, мы вынуждены это делать. Потому что если мы не устроим свою личную жизнь, мы бы тоже страдали. Смешиваются эти понятия счастья и страдания одновременно. В одном действии. Представьте, если у вас не будет ни семьи, ни близких. Вы же будете страдать. Поэтому мы должны, если мы не можем вовремя выйти замуж, или жениться, на согласовательное спокойствие. Спокойствие, что будет с моей жизнью? Что будет с моей жизнью? Я должен что-то сделать. И так все руководствуется этим желанием и страхом. Желание и страх. Желание и страх. Это существование в материальной форме. Потому что это тело мертвое. И прилагаются усилия, чтобы оно поддерживало существование. А сколько нужно усилий, чтобы создать семью и отношения там наладить? Потому что это тело мог бы зафиксировано в каком-то качестве. В каком-то характере, который трудно изменить. Это инертная материя, которая зафиксирована как рождение. Вы не можете себе ничего поделать. Вы должны жить со своим плохим или хорошим характером. И очень трудно что-то сделать. И вы даже уже понимаете, что невозможно так жить с таким характером. И все равно ничего не можете сделать. Это материальное существование. Оно как навязывает нам. Ведь если мы немножко с вами упали вниз, очень трудно подняться на место, встать. Нужны усилия совершать. Если я их немножко деградировал, очень сложно восстановить свое положение. Так устроена материальная природа. Она устроена в форме когтей. Описывается о ведах. Когтистые лапы майи, говорится. Иллюзии материальные. Когти внутрь загнуты. Внутрь вы проходите безболезненно. А обратно очень больно. Не можете? Очень больно. Внутрь всегда хорошо. Обратно когти. Внутрь загнуты. Когтистые лапы майи. Этими когнями снабжены хищники. Они так и делают. Оп! И жертва не может вырваться. Потому что когти загнуты внутрь. Вот так устроена материальная природа. Вы попадаете внутрь, выйти сложно. Мой дом залетела пчела. А вылететь не может. Рядом дверь открыта. Балконная. Она бьется в стекло. Набьется в стекло. Вы видели это все. Они почему-то не могут понять вот этого. У них хватает разума войти внутрь. Выйти не могут. Человек тоже, как душа, приходит в этот мир. А выйти не может. Вообще не понимает, куда он попал. И куда выходить. И есть ли вообще выход. И существует вообще духовный мир или нет. Это такие пространства немыслимые. Что даже представить себе не может, что что-то еще где-то существует. Не воображение-то или чье-то. Но Бог говорит, существует духовный мир. Тот, кто знает все одновременно. Все планеты. Абраму, Налвакапу, Наравапти, Нарджана. Он говорит, Бхага, вот дети об этом. Это песня Бога. Что от высшей планеты до самой низшей. Все это планеты страданий и смерти. Временное существование. Но есть другая непроявленная природа. За пределами этого мира она никогда не разрушается, не создается. Она, собственно, не тронутая ни созиданием, ни разрушением. Она постоянно, она вечна. Санатана Дхама называется, наверное. Или планеты Вайкунхи, где нет никаких тревог. И люди там, живое существо, действуют не из страха, а из любви. И только из любви. Это тело Кришны. Это и есть царство Бога. И когда Кришна предстает в этом, в своем изначальном теле, подобной двурукой форме, с флейтой, прекрасно украшенной, который смотрит с любовью, играет, шутит, говорит потрясающие вещи. Он понимает живое существо, живое существо понимает Бога. Представьте, это такая глубокая бхава, йога, отношений. Он говорит, это и есть форма самая труднодоступная для восприятия ажжуна. Не вселенская. Вселенскую можно хотя бы вообразить. А эту форму вы не сможете даже вообразить, пока не вы займётесь преданным служением, не встаньте на путь бескорыстной любви, отношения к Богу. Вы не видите этими глазами ничего. Глаза же смазаны бальзамом, говорится, пакте любви. И тогда они открываются и могут видеть божественные вещи. Взгляд любви. И так человек смотрит не глазами, а смотрит разумом. Можно также научиться смотреть сердцем. Здесь об этом и говорится. Образ Кришны бывает. Дву руки, четырёх руки. Есть шести руки образа Кришны. Есть тысячи руки образа Кришны. Нож, ноги. Очень много-много есть форм у Бога. Бхага в длительстве здесь говорится, что Кришна говорит, что у меня бесконечное количество рук и ног. Ртов и глаз. И животов. Вокруг, где ты видишь всё это моё тело. Он образно описывает это. Очень важно понять образное знание получить. Мы сейчас получаем знание цифровое, так сказать. Надо получить образное знание, которое запечатлевается в сердце. Дорогой двурукий образ в сердце. Вот это и есть трансцендентное знание. Богом не пишите биологически или физически. Он за пределами физически-биологических законов. Это духовный образ любви. Высший образ разума и знания. Он постигается только сердцем. Не постигается умом или через материальную науку. Как сказал Батистан царствовать одному великому учёному английскому. Говорит, бесполезно, дорогие учёные, не напрягайте мозги. Это знание запредельно. Вы не сможете это при помощи напряжения ума постичь. Или изучив математику или физику. Нет. Вы только можете подойти к порогу этого знания таким путём. Но перешагнуть не сможете. Чтобы перешагнуть и войти, вы должны совершить какой-то любовный акт по отношению к Богу. Так же, как вы не можете создать семью без любви. Вы только подойти можете к этой идее, что семья нужна. Но пока у вас нет этой любви, этой связующей йоги главной, у вас ничего не получится. Так же, если вы не можете не иметь любовь в свою профессию, будет очень трудно заниматься этим. Вы никогда не получите счастье. То есть, именно бахтит возникнуть в основе этого познания. Итак, пока душа не войдёт в отношения с Богом, она не сможет понять назначение формы не своей, не формы Бога. Вводим, надо такой пример из мира фантастики, воображаемый. Представьте, что вы луч света, вы не человек. Вы не понимаете. Есть такая форма жизни. Вот, представьте, вы луч света в космическом пространстве. Интересно? А вы не так уж быстро летите, не думайте. В пространстве космоса огромное расстояние. У вас нет ни рук, ни ног. Вы пучок света, луч света. Нет обычных глаз, слепостной системы, кровяностости. Представили, нет? Воображение позволяет. И вот вы касаетесь какой-то формы. Из корпуса два отростка, сгибающиеся. На каждом отростке ещё по пять отростков. Посередине сверху набалдашные круглы, с отверстиями. С какими-то раковинами по бокам, торчащими в разные стороны. А снизу тоже два отростка, по длине и по толще. Тоже сгибающих посередине. И тоже по пять отростков, только коротких. Что это такое? Ну вы же луч света. Вы знаете, что вы человек. Какая-то несуразница, мне кажется. Какая-то несуразная модель. Вы забыли, что вы луч света. Поскольку вы человек, вы узнали, что я описываю. Сразу, как только я сказал про пять этих самых отростков. На каждом отростке. Вы сразу догадались, что это руки. Она была, наверное, в стежку голова. А раковины – это уши, торчащие в разные стороны. А отверстия – это глаза, нос и рот. А снизу – это более толстые отростки. Ноги, вы уже догадались, там более короткие отростки есть. Потому что вы человека сразу отразличляете все это с человеком. Вы сразу поняли, о чем речь идет. Но вы луч света. Поэтому вы не можете понять, что это такое. Что за отростки? Если видите какую-то незнакомую форму жизни, он начинает сломать голову. Что это такое вообще? Для чего? Выбывала деталь из механизма какая-то. И вы думаете, так, откуда она? Она, оказывается, машина будет и без нее работать. Странно, но откуда вылилось еще? Работает и без нее. Бывают и сложные механизмы. На самом деле очень сложно понять, что это такое. Много загадок в мире, когда ученые не понимают, что это такое, откуда и зачем. Кажется, можно выкинуть и без нее можно обойтись. На самом деле. А теперь представьте, что вы знаете функции того, что вы увидели. И эти отверстия для того, чтобы видеть, слышать, обонять, касаться, трогать. Передвигаться можно на нижних отростках. А верстами отростков можно брать, касаться, обнимать. И начинать понимать, что это такое. Должны понять функцию этого всего. Но у Кришны форма загадочная. У него нет разницы между руками, ногами, глазами и речью. Он может есть глазами, может думать пальцами. У него тело духовное. Это нет костной системы. Нет мышечной системы, как у нас. Однородный дух. А что же это за форма? Для чего она нужна? Он что, нуждается в питании, как и мы? Нет. Форма выражает его духовную природу. Мысль, расу, переживание, счастье. И тогда существуют все эти детали для того, чтобы проявлять эту любовь. Это изначальная духовная форма души Бога. Чтобы проявлять свою любовь. Пока ты не достигнешь любви к Богу, не сможешь понять, что это такое и что такое тело Бога. Ты просто думать будешь о себе, когда увидишь эту форму Бога. Ты будешь думать Рот ему, чтобы есть ноги, чтобы ходить руки, чтобы работать. А многих на работу деньги зарабатывать. Мы же так живем. Видимо он такой же, как и мы. Так думать обычное, условное живое существо. Это называется атеизм. Когда человек думает о Боге, как о себе. А о себе, как о Боге. Это материальное сознание. Но здесь Бхага Водите Кришна говорит. Эту форму Аржуна очень трудно. Ты не сейчас видишь ее перед собой? Ну ее очень трудно увидеть. Труднее всего увидеть вот эту другую форму, которая стоит перед тобой на колеснице. И разговаривает с тобой. Смотрит на тебя. Касается тебя. Думает о тебе. Слушает тебя. Потому что это высшее проявление Духа, Бхава. Потому что Бог ни с кем не разговаривает по делам. У него нет никаких дел. И ему нужно с кем договоры составлять. Финансовые. Нет. Он появляется только перед теми, кто обладает любовью. Ни перед кем другим он не проявляет эту форму, говорится. Поэтому Аржуна, я перед тобой находлюсь в этой другой форме. Можешь созидать ее сколько хочешь. Это самая дорогая и близкая форма твоему сердцу. А эта вселенская форма пугающая. Давай отложим ее, оставим. Это не важно. Не так важно. Когда Аржунил вселенскую форму. А потом видел снова Кришну. Подумал, да, это мой друг. Но каков великий мой друг. Я только что увидел его настоящее величие. Его настоящее положение. Он стал еще больше ценить Кришну. Еще больше любить Кришну. Как же такое величие представьте. Он пришел ко мне в такой форме привлекательной, чтобы общаться со мной. Он явился передо мной в той форме, которая наиболее близка и дорога мне. Говорится, что преданный с чистым сердцем видит Бога в той форме, которая ему наиболее дорога. Он предстает перед ним Бог. Именно в этой форме. Для него. Индивидуально для него. Когда Кришна один говорит, я стану многим. Для каждого я буду по-разному представлен. В соответствии с той любовью, которую имеет этот преданный. Есть разные представления о красоте, о любви, о счастье и несчастье. И Кришна может по-разному проявлять себя. Называется, это форма дорогая к сердцу. Харидев. Как она называется, помните? То есть именно та форма, которой поклоняетесь в сердце. Тут образ. Кришна именно в такой форме переводит к вам. Преданный Кришне, он увидит вселенскую форму и вспомнит про Кришну. Он увидит крестьянские храмы и вспомнит про Кришну. Он увидит мечеть и услышит тамаз и услышит, вспомнит про Кришну. В этой именно форме. А крестьянин увидит Кришну и подумает о сусе Кристины. Вспомнит сразу. Есть вот это вот сердце человека, да. А в Боге есть очень много качеств и образных форм. Об этом говорится в этой вселенской форме. Однако самая дорогая и близкая двурукая форма. Это Чамша Калакхум сам Кришна. Он говорит о сусе Калакхум. Исначальная форма Кришны – это все привлекающие, владыцы все достияния энергии. Это все привлекающие. Наделенные всеми энергиями. Всей красотой, всей славой, всем богатством, всем отречением, все силой. Все, все, все энергии. Его энергия, Кришна, означает все привлекающие. В любой форме, в любой постасе. Все в нем есть. Все, что вы знаете не знаете. Все, что было. все что будет, все чего не было, все есть в этой форме, все увидишь там, в Кришне. Поэтому Акрура, когда увидел вселенскую форму, омываясь в водоеме, он увидел вселенскую форму Кришны в воде, когда омывался. Акрура, он был колесничен, он увозил Кришну с Зриндаваной и по дороге решил сделать омывение, а Кришна была рамой, сидит в колеснице. Когда Акрура в святую вселенскую форму, он поразился, увидел даже духовные миры там, у него волосы поднялись дыбом от этого видения. Он вернулся к колеснице и стал смотреть пристально на Кришну Богорану, который только что увидел вселенскую форму там. А они сидели, что-то просто разговаривали, ждали Акруру. Удивления не было предела Акруры, он смотрел в медитации, застыл, как нарисованный, и Кришна увидел, и сказал Акрура, что-то ты, видимо, удивительно увидел только что. И тогда Акрура сказал, нет, говорит, сейчас я вижу тебя, поэтому что я могу еще более удивительно увидеть, кроме тебя? Если вся эта вселенская форма вмещается в тебя, еще более удивительно могу найти. Как это возможно? Как сказал непреданный сапожник, это возможно, он сказал, народом будет. Господь может все. Он может даже слона продернуть сквозь угольное ушко. Как? Ну как, посмотрите, я сижу под деревом маньян, гигантское дерево, это гигант. Но оно, его можно упаковать в одно семечко. Господь так делает. В одно семечко упаковывает такого гиганта, и из этого семечко проявляется этот гигант, который дает еще тысячи таких семян, еще тысячи таких гигантов. Он же может упаковать всю вселенную тоже в одно семечко. И дерево маньян, вот семечко, что для него стоит слона продернуть сквозь угольное ушко? Запросто. Без всяких усилий. Вы можете представить, слона угольное ушко? И вы хобот продерете туда, и с другой стороны. Вот Кришна может так делать. Не верите? Ну что, у вас нет веры. Как говорится, что это так возможно, потому что это уже осуществляется на наших глазах, все эти пространства, все это время исходят из формы Кришны, обычной формы Кришны. И границ с этим проявлением нет. Это называется словом Бога. Потому что нет описания этому больше. Нет другого слова. Невозможно это описать по-другому. Безграничное могущество. Явив Арджуне вселенскую форму, Кришна сменил ее на облик Четырехрукова Нарайны, затем перестал перед Арджуной в своем изначальном облике с двумя руками. Изначальный облик рук. Это свидетельствует о том, что Четырехрукова, а также другие формы Господа, о которых говорится Ведов, производны от изначальной двурукой формы Кришны. Он источник всего сущего. Кришна выше даже этих форм, не говоря уже о безличном аспекте абсолютной истины. Что касается Четырехруких образов Кришны, то в Писаниях ясно сказано, что даже самый близкий Кришне, Четырехрукий образ Маха-Вишну, который возлежит на водах Космического океана и, выдыхая, выдыхая, поглощает и производит на свет бесчисленные вселенные, также является производным и порожден Верховным Господом. В Брама-Самхите сказано, и сяека нишва-си-такалам ахавалам пья. Маха-Вишну, с каждым вдохом которого в его тело входит бесчисленное множество вселенных, чтобы снова выйти из него с выдохом, является полным проявлением Кришны. Поэтому я поклоняюсь Гавинке, Кришне, причине всех причин. Таким образом, высшим объектом поклонения является личностная форма Кришны, как Верховная Личность Бога, исполненная Вечного Блаженства и Знания. Кришна является источником всех проявлений Кришну, источником всех аватар Бога, также сначально Верховной Личностью, как утверждает Бхагава-Гида. В книжных писаниях Гапалтапани упанишат ей стих Сачит, Ананда, Рупая, Кришна, Лишта, Карины. Я в глубоком почтении склоняюсь перед Кришной, чья вечная духовная форма исполнена в Блаженство и Знания. Я выражаю Ему свое почтение, ибо постичь Его, значит постичь Веды. И потому Его называют Высшим Духовным Учителем. Далее там говорится Кришна Вай Парамам Дай Ватам. Кришна – это Верховная Личность Бога. Эка Вашин Сарва Га Кришна Кидья. Этот Кришна является Верховной Личностью Бога и объектом поклонения. Эка Пи Сан Бауттайо Вибхати. Кришна один, но Он распространяет Себе в бесчисленное количество форм и производных воплощений. Крама Санкита говорит. Ишвара Харама Кришна. Санчитананда Виграха. Анадир Гавинда Сарва Карана. Харана. Верховная Личность Бога – это Кришна, чье тело вечное и исполнено Знание и Блаженство. У Него нет начала, ибо Он Сам – начало всего сущего. Он – причина всех причин. Здесь Прабхата приводит очень много, видите. Ссылок на священные мнения, тексты. Написывая, что это непридуманный образ Кришны, а из шастры сходит. А шастры сходят только из Кришны. Три существуют как бы раздела шастры. Шрути, Смрити, Няяя. И шрути – это то, что услышано свыше именно. Любое священное писание, но шрути услышано свыше, как откровение. Любое возьмите, Библию или Коран, неважно, Хагава, где-то это. Услышано свыше. А Смрити – это то, что можно видеть и запомнить. Исторические хроники, например. Это летописи, то, что человек может создать. Систему знаний. При помощи памятования, Смрити. Иньяя – это логика. Третьи вещи вместе – это есть физическое знание. Шрути обязательно. Потом, смотрите, Иньяя. Все должно быть подтверждено логикой и опытом историческим. Но изначально нужно услышать это. И вот это Шрути утверждает, что Кришна – изначально личность. Источник всего. Ишвара, Барамаха, Кришна. Ишвара – это означает Бог или контролер. Но Ишвар, великих над нами очень много. Иерархия существует до Бога, гигантская. Есть даже поверители воздуха, поверители солнечного света, поверители водных стихий. То есть есть управляющие силы до Бога. Он сам ничего не делает. Он именно управляет. Его просто желания исполняются. Потому что он не совершает никаких усилий для того, чтобы что-то делать. Поэтому Ишвара, Барамаха. Здесь говорится Ишвара, Барамаха. Барамаха – это означает последний, высший. Барамаха – Кришна. Ишвара, Барамаха. Любовь из нас может тоже Ишвара называть. Мы кем-то управляем, чем-то управляем тоже. Маленькие Ишвары, каждый из нас тоже на работе управляем, семьей управляем, своей жизнью пытаемся управлять тоже Ишвара. Иисуса – слово Иша, а Иша – слово Ишвара. Это имя Бога. И Барамаха – Кришна. Почему? Сад-чит-ананада-виграха. У него единственное такое тело есть. Виграха – форма. Сад-чит-ананада. Не вещество, которое мы видим. Нет. А энергия вечности, знания и блаженства. Это и есть структура его тела. Нам сейчас очень трудно представить, это увидеть, что такое вечность, энергия, что такое блаженство, как энергия, любовь. И что такое знание. Мы еще не пришли к такому пониманию. Нам нужно еще увидеть, что такое дух, осознать, что такое дух. Что для дух, для обычного человека, это нечто несуществующее, эфемерное, воображаемое, нематериальное, так сказать, не имеющее воплощение. Сгусток энергии, может быть, они говорят в лучшем случае. Но нет. Виграха, говорится. Это форма вечности, форма знаний и форма любви. Это Кришна. Почему-то двурукая форма, где есть руки, ноги, украшения, атрибуты. Павлини перо, фрейд. Он выглядит как разукрашенный драматический актер, наполненный этой игрой, любовью. И все, что он хочет, совершается просто по его воле. Потому что он повелевает всеми энергиями, но этой формой, этими качествами, своими словами и мыслями, он пронизывает все сердца живых существ, и все мироздания. Это высшая форма любви, говорится, которым покоряются все живые существа, все привлекающие, все очаровываются. Если мы не очаровываемся непосредственно Кришной, тогда этот мир становится для нас Кришна тоже. Он отражает качество Кришны. Мы здесь только потому, что нас здесь что-то привлекает. Тоже есть какая-то красота и сила, и знания, и богатство, и очень интересно познавать, изучать этот мир, потому что он тоже отражение Кришны изначально. По этой причине мы любим друг друга только потому, что привлекаемся чьей-то красотой или качествами. Это тоже отражение Кришны. Но изначальный Кришна, у него форма изначальной любви, которой подчиняются все, покоряются живые существа. Нет ни одного живого существа, которому не привлекалось Кришной, говорится, прямо или косвенно. Это невозможно. Ишварах, Парамах, Кришна, Садчатанада, Виграха. Анадир, Адир, Говин, Да. Анадир означает в начале, изначальный, предвечный. Он существовал еще до этого материального проявления. Когда не было этого мироздания материального, он существовал. Сейчас это материальное проявление проявилось, он продолжает существовать. И когда оно будет разрушено в конце, он продолжен, так же существует. Он не изменен. Анадир, Адир, Говин, Да. Говин, да, интересное слово. Говин, да, означает, что он источник наших чувств. Это самое важное, для чего мы живем. Мы хотим чувствовать. Эти чувства, нет, приносят нам счастье и страдания. И он источник этого счастья. Если вы хотите счастья, вы должны знать, вот эту и поставить Говин, да, в своем сердце. Что он наши изначальные духовные чувства. Источник наших чувств. Сарва, Карана, Каранам. Причина всех причин. Не имеющий причины себе. Это есть свое укрепление. Он причина всего. У него же причины. Нет, он сам себе причин. Брама самидарисов. Поэтому я поклоняюсь, говорится, Говин, да, не порушам, да, махам, баджа, ми. Я поклоняюсь этому изначальному Говинде, или Кришне. Изначальному предвечному Господу. Источнику всего сущего. Живого и неживого. Как мы сказали, сам он ничего не делает. Энергия его все существует. Поскольку все пронизано этой привлекательностью. Все живые существа готовы выполнить все его желания. Они вдохновлены. И так, это вдохновение, это тоже энергия Кришны. Все, что мы сделаем в жизни, только благодаря вдохновению. Если нет вдохновения, ничего невозможно сделать. Если Кришны нет, мы ничего не можем сделать. То есть, это энергия вдохновения, побуждающая себя. Недостаточно иметь руки и ноги, и свой личный разум, и навыки без вдохновения. Все это бесполезно. Вот это вдохновение, значит, что нам нужно привлекать что-то. Кришна, все привлекают что-то. Мир называется Кришна, поэтому тоже. Но Кришна, это также личность Бога. Прямо того, в Бхагавадгите Господь говорит, «Матах, паратарам, наньях, нет ничего превыше меня в образе личности Бога Кришны». В другом стихе Бхагавадгита Кришна говорит, «Ахам, адирхи, деванам» и источник всех полубогов. Аджуна, услышавший Бхагавадгиту от Кришны и достигший ее суть, подтверждает это в следующих словах. «Парам, брама, парам, тама, поветран, парамам, бхаван». «Теперь я до конца осознал, что ты – Верховная Личность Бога, абсолютная истина и предвеждающая всего сущего». Таким образом, вселенская форма, которую Кришна явил Арджуни, не является изначальным проявлением Бога. Его изначальный образ – образ Кришны. «Господь явил свою вселенскую форму со многими тысячами голов и рук только для того, чтобы привлечь в себе внимание тех, кто лишен любви к Богу. Этот образ не может быть его изначальной формой. Если нет любви к Богу, человека привлекают грандиозные проявления, масштабы привлекают». «Майя» именно масштабами пони взблуждения человека. Количественными. «Если показать кому-то пять тенге, никто не поднимет на внимание. Даже не поднимет на дорогу». «Если показать пять миллиардов тенге, верить по штабу». «Просто масштаб». «Майя» берет именно таким количеством. Хотя на самом деле все это не имеет настоящей сути. «Если взять какое-то небольшое количество, вы увидите, что там ничего нет, никакой сути духовной нет, никакого счастья, но количественная вещь как бы убеждает нас – нет. Я потрясаюсь этим грандиозом». Для тех, кто имеет любви к Богу, они все идут за количественной стороной, за количеством денег, за количеством собственности. Они потрясаются размерами вселенной. «Вот их проявление Бога, вот чем они покоряются». Но это для тех, у кого нет любви. Также для тех, у кого нет любви, существуют чудеса, как Иисус именно убеждал людей, у которых не было любви чудесами. Заставлял их верить в Бог. Если Он мог оживлять мертвых, вы лишились за Ним. Но без любви. Да? Иисус и сжигал мертвых, почему Он сейчас себя освободить сам не может? На Него надели терновый венец, избили плетьми. Если Он такой могучный, если Он Бог, то почему Он сам себя не может защитить? И когда Он уже был на кресте, один из преступников сказал, «Ну, если ты Сын Божий, почему ты себя не можешь освободить?» А другой сказал, «Молчи, ты грешник, мы с тобой страдаем за грехи». А Он не за что? Он за других. Иисус сказал, «Сегодня же будешь со мной в Царстве Божьем». А потом Он доказал другим чудом, «Воскрес!» То есть сказали, «Боже, мы кого же мы как-нибудь». Зачем это сделали? Они сейчас плачут до сих пор. Это для тех, у кого нет любви. Или, как говорят, великие святые, великие. Чудеса нужны для глупцов. Но если есть любовь, вы уже видите столько чудес. Только посмотрите на все, что вокруг происходит. «Разве это не чудо?» Нет, ну если речь идет о басне «Свиняй, дуб», то какое-то чудо вообще. Свиняя же не может поднять у него крыло такое, знаете? Вот такой, корб у него с жира. Она может только вниз смотреть и рыть, землю под кругом. Желудень все съела, а потом начинает рыть под корни, чтобы есть корни. Если бы ты могла свое рыло поднять вверх, в его иду, ты бы могла видеть, что источник пищи это «Я». Если ты съешь корни, ты ничего не получишь, ты сама не погибешь. Но поскольку ты свиняя, тебя трудно увидеть, что ты сама не можешь поднять рыло и увидеть, тебе мешает этот корб, который, если даже ты услышишь, все равно ты будешь скрыть эти корни. И вот человеку нужно развивать это сознание, где-то внести ту любовь, чтобы увидеть, вот как все это связано, кто такой Бог вообще, как поддерживаются все живые существа. Каждую секунду поддерживают живые существа. Пища, солнечная энергия. Это постоянно, постоянно, постоянно. Одно живое существо поддерживает жизнь всех живых существ. Ведь мы же с вами не поддерживаем жизнь ни с какого-нибудь этой планеты. Но их вытравить не можем насекунуть. А кто-то же поддерживает жизнь каждого микроба. И ведь все это нужно. Оказывается. Вот что-то сначала думали, что нужно всю микрофлору просто уничтожить, чтобы не было количественной болезни. Оказалось, что есть болезнетворные микробы, а есть наоборот полезная микрофлора. Ее нельзя уничтожать. Что все из этой жизни состоит в нашей теле. Это не просто органы, там много живых существ. Микрофлора, она именно важна. Если принимаете антибиотики, вы нарушите все пищеварение, что там микрофлора будет убита. И все не работает. Видите, не просто желудок работает, не просто сердце работает, не просто тучи собираются в небе. Все это делает микрофлора. Все это живые существа. И кто-то поддерживает каждое живое существо. Пища, они размножаются, они не исчезают. Смотрите, и вся Вселенная поддерживается одним живым существом, говорится. естественные живые существа желают, и только одно исполняет желание. Немыслимо человеку создать такой мир, чтобы он поддерживал каждый живой существо, пищей, партнером, потомством. Создайте хотя бы одного комара в своей лаборатории, чтобы он полетел. Бог кусать и пить кровь. Ого, создайте такого микро летающего комара. Да это невозможно ученому. А сколько создается такие формы жизни? Смотрите, нам не ведомых вообще. Мы почти ничего не знаем в этом мироздании, но мы судим, а Бог не что-то. Любую форму жизни если следовать, внимательно посмотреть, без Бога ничего не существует. Извышек этих энергетик, руководствуется инстинктивное живое существо. Ответьте на вопрос, почему тигр любит своего детеныша если он хищник? Почему он нежно относится к своим тигрятам? Почему он не знает какие-то? Этот инстинкт, он хищник, он должен съесть тогда, это же то живое существо. Нет? Материнские чувства есть даже у тигра. Почему не готовы жизнь отдать за свои детеныши? Что это за энергия? Откуда эти инстинкты? Инстинкт означает я не знаю откуда. Какая-то сила ученые говорят. В этот слово инстинкт всех обмануло. Вот и все. Сейчас много таких терминов ученых, которые обманывают наш разум. Сейчас столько они есть. Разных терминах, разных новых выклопок. Калифицированные сейчас продукты. Пожалуйста, ешьте. Микрофлора их не ест, червих не едят, а вы ешьте. Видите, они даже не портятся. Видите, как красиво их едят? Ешьте. Нас обманывают один. Природа все уже дала. Зачем все это делать? Яблоки должны быть червивые, иначе это не яблоко. Если его черви не едят, зачем вы едите, кому это нужно? Вы природу не обманете, а человека можете обмануть, смотрите. Потому что человек меняет из себя, говорит, я создал яблоко, смотрите. В общем, мы уже увидим, что происходит. Человеку нужно было сотни лет современной цивилизации за...